Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. Это Фокусы от Моряка. И в сегодняшнем видео мы с вами будем изучать такую классную игру, которая называется Шахматы. По результатам наших голосований в Ютубе и в наших социальных сетях, в наших группах, я заметил, что большое количество подписчиков интересуется этой игрой, что меня очень порадовало. И с удовольствием я поэтому снимаю обучалку на эту игрушку. Меня очень порадовало, что многим она интересна. Я сам люблю эту игру, хотя, конечно, в карты я играю чаще, но шахматы тоже люблю. Итак, друзья, что вообще дают шахматы? Я лично у себя заметил такую штуку. Когда я начал регулярно играть в шахматы, то по жизни заметил, что когда я принимаю какие-то решения, когда мне надо что-то сделать, куда-то поехать, что-то выбрать, какой-то шаг в жизни сделать, то я начинаю точно так же перебирать эти варианты, как и в шахматах. Так, окей, если я сделаю так, к чему это приведет? Это приведет к тому, а если это приведет к тому, то далее к чему это может привести? Раз, два, три, четыре, пять вариантов. Окей, например, этот вариант меня не устраивает. Как я могу его избежать? Я могу заранее, например, сделать это, чтобы это избежать. То есть, включается вот такой аналитический процесс, вы постоянно анализируете и думаете. Блин, это очень клевое состояние, я прям его люблю. И вот оно возникло у меня после того, как я начал регулярно играть в шахматы. Поэтому, друзья, я вам очень советую эту игру. Если вы не умеете в нее играть, обязательно научитесь. Шахматы не зря называют игрой королей, игрой элит. То есть, эти люди, элиты там, да, вот эти все правители, короли, то есть, всегда любили играть в шахматы. Потому что они очень круто развивают мозги. Потому что здесь огромное количество комбинаций можно прорабатывать. Комбинаторика здесь обалденная. То есть, можно туда-сюда по-всякому ходить, что-то выдумывать, как-то выкручиваться, да. То есть, очень клевая игра, короче говоря. Итак, для начала давайте же познакомимся с тем, как вообще кладется шахматная доска. Доска у меня старая, да, подкоцанная такая местами. Но мне, собственно, пофигу. Со временем, может быть, и обновлю. Но мне пока что хватает ее поиграть. С одной стороны у доски есть цифры. С другой стороны есть буквы. Вот, запомните, буквы должны быть снизу и сверху. Соответственно, слева и справа должны быть циферки. Это нужно для того, например, если вы играете какие-то долгие партии, да. Вот вы сели, например, с другом, да. И, там, например, ходы, чтобы вам записывать, да. Например, там, пешка пошла, там, например, H7, там, на H6, да. То есть, вы записали ход. Он в соперник пошел тоже как-то, записали ход. То есть, с какой клетки, на какую клетку он пришел. То есть, это, грубо говоря, такая система координат для шахмат, да. Чтобы мы могли записывать ходы. Вот, лично, я люблю долгие шахматы. То есть, когда обдумывать долго, там, я день могу, два обдумывать ход. Перебирать все варианты, перебирать комбинации. Мне вот это нравится. Быстрые шахматы я не люблю. Иногда играю, конечно, но не люблю, когда, вот, там, 5-10 минут на ход дается. Это мне не нравится. Я люблю именно долгие такие стратегии продумывать. Ну, что ж. Давайте перейдем к знакомству с самими фигурами. Итак, самая такая у нас младшая, скажем так, фигура, да, это пешка. Как я говорил, шахматы у меня морские, да, я же моряк. Поэтому пешки в моих шахматах, это вот такие вот дельфины. А пешки расставляются на втором ряду. То есть, вот первый ряд, грубо говоря, это второй ряд. Соответственно, с этой стороны также первый, второй ряд. Ну, номера рядов здесь второй, а здесь седьмой. То есть, пешки расставляются вот на этом вот ряду, грубо говоря, защищают более старшие фигуры. Как ходит пешка? Пешка ходит по одной клетке. За исключением первого раза, вот когда она стоит на своей стартовой позиции изначальной, да, она может пойти на две клетки сразу. Но потом, в дальнейшем, она может ходить только по одной клетке. То есть, вот таким вот образом. Пешка не может перепрыгнуть какие-то фигуры. Например, если у нее на пути стоит другая пешка, например, вражеская, черная, да, пешка не может ее вот так вот перескочить. То есть, они просто друг в дружку, получается, уперлись и стоят. То есть, вот таким вот образом у нас ходят пешечки. Сейчас я расставлю, когда все фигуры, я поиграю сам с собой такую пробную партию. Просто похожу, чтобы вы увидели, как вообще фигуры ходят, как они мочат друг друга, да, и вообще цель самой игры. Итак, давайте дальше, значит, расставим наши все пешечки. То есть, всю бригаду этих дельфинчиков мы вот так вот расставляем здесь вот впереди. Пешка фигура такая, ну, как бы малозначимая, с одной стороны, да, но и с другой стороны без нее тоже порой не обойтись. У пешек есть, кстати, классное еще преимущество перед другими фигурками. То есть, если пешка доходит до конца фигуры, до конца вражеской доски, и сюда вот к врагам заходит вот на этот последний ряд, да, то она автоматически вот здесь вот, да, превращается в любую фигуру по желанию игрока. То есть, есть такое неправильное заблуждение, что пешка может превратиться только в ту фигуру, которая ранее была убита. Это не так. То есть, например, если у вас есть ферзь, и пешка дошла ваше туда, к врагам, то она имеет право превратиться во второго ферзя. То есть, это так. Не обязательно в те фигуры, которые были у вас ранее, там, скажем так, забиты, да. Итак, вот такое вот преимущество у пешек. Далее, следующая фигурка у нас это ладья. Ладья в моих морских шахматах, она выглядит вот так вот в виде ракушки. Ладья, она же тура. Соответственно, они, ладьи ставятся вот так вот по краям шахматной доски. Вот так вот с обоих сторон. Ладья ходит исключительно, например, вот так вот. То есть, она ходит либо вот так по горизонтали, либо вот так по вертикали. Далее. Соответственно, ударная мощность у ладьи. Ну, как мощность, да, то есть, как она мочит. Соответственно, то есть, ладья точно так же убивает то, что стоит у нее на пути. Пешки же убивают, да, забыл сказать сразу, как мочат пешки. Пешки, например, убивают вот так. К примеру, здесь стоит вражеская пешка, да. Я пошел своей пешкой сюда. Ну, или, к примеру, они вот стояли здесь, да. Соответственно, вражеская пешка пошла сюда. Пешки бьют только по диагональке и только на одну клеточку. Соответственно, вот сюда бьет пешка и забирает другую пешку. Вы не можете ударить, например, если вражеская пешка стоит вот так. То есть, только на одну клетку. То есть, нельзя бить вот так. Это неправильно. То есть, вот только здесь. То есть, вот так вот взяли, ударили, да. Что может еще быть, например, смотрите. Есть такое у пешки правило, как взять на проходе. Многие, кстати, про него почему-то не знают. То есть, например, вот стоит вражеская пешка, да. Соответственно, если я сюда пойду, она может меня запросто убить. Но, если я, например, перескочу ее вот так вот, пройду мимо нее, то она может убить на проходе. Она точно так же встает сюда и эта пешка убита. То есть, вот такие вот нюансы у пешечек. Так, ну что ж, по поводу ладьи я сказал, да. Соответственно, ладья, например, атакует только по диагонали. Точнее, только по горизонтали и по вертикали. Соответственно, она может выйти на позицию. Соперник сделал другой ход. Она забирает фигуру. Вот таким вот образом действует ладья. Итак, следующая фигурка, которая у нас есть, это конь. Так, конь очень такая уникальная фигура в шахматах, да. Расставляются они сразу после ладьи. Вот так вот, вот здесь вот, по бокам рядышком с ладьей. Конь ходит всегда буквой Г. То есть, запомните, конь только буквой Г ходит. Соответственно, вот стоит у меня конь, например, вот здесь, да. То есть, изначально со своего места он может пойти по двум вариантам. Вот сейчас, да, буквой Г. То есть, раз, два. То есть, раз буква Г и два буквы Г. Соответственно, он может пойти либо так, либо так. Если бы, например, пешечки, вот, если бы вот эта пешечка, например, сюда пошла, да, Соответственно, конь, буквой Г может прийти вот сюда. То есть, вот такими вот способами лошадки у нас скачут. Соответственно, и удар у них происходит тоже буквой Г. Например, конь стоит у меня вот здесь, да, для примера, да, вот так вот он встал. Соответственно, вражеская пешка делает, например, ход. То есть, буква Г, да, конь может ее забрать. Соответственно, раз, и он ее забирает. То есть, вот таким вот способом коняшки мочат вражину. Далее поехали. Следующая фигурка это слон, он же офицер. В моих морских шахматах это вот такой вот русал с трубкой вот такой вот, да. То есть, вот здесь вот он стоит всегда рядом с конями. И второй русал тоже стоит вот так вот рядом с конями. Эти русалы ходят только по диагонали. В отличие от ладьи, которая ходит по горизонтали и по вертикали, слон, он же офицер, ходит только по диагонали. Но при условии, что на его пути никто не стоит. Поэтому надо сначала вывести пешку, и потом вы можете выводить офицера. Соответственно, офицер уже может ходить куда хочет. То есть, по-всякому. Вот так вот. По одной клетке, по две, по три. Через все поле. Заметьте, один офицер всегда на белой клетке стоит. Другой офицер всегда на черной клетке стоит. Соответственно, с клетки на клетку, а он перепрыгивать не может. То есть, если он стоит на черном, то он все время ходит только по черным клеткам. Соответственно, и бьет он точно так же. Выход на позицию и удар. То есть, вот таким вот способом офицер мочит в свою вражину. Ну и, соответственно, белый тоже самое. То есть, он ходит все время по белым клеткам. Итак, следующая фигурка. Очень ценная, очень важная фигурка. Это ферзь. В моих шахматах это такая вот девочка-русалочка. Вот такая вот ферзечка, как сказать там. Ферзь всегда любит свой цвет. Поэтому в центре две клетки всегда белая клетка – это клетка ферзя. А черная клетка – это клетка короля. Ферзь может ходить и по диагонали, и по горизонтали. Ну, по диагонали, как офицеры, да, по горизонтали, по вертикали, как ладья. Она не может ходить, как конь буквы «Б». Не может. Поэтому, соответственно, тоже она не может перепрыгивать фигуры, в отличие от коня. Да, конь может запросто перепрыгнуть пешке пойти. Ему не обязательно здесь, чтобы свободное место было. А вот остальным фигурам так нельзя делать. Поэтому, соответственно, тоже для того, чтобы ферзю пойти, ему нужны свободные такие места для прохода. Соответственно, ферзь может ходить по диагонали, как офицер. По горизонтали может ходить, как ладья. Вот так может пойти. Назад может прийти. То есть, вот таким вот способом, пожалуйста, она ходит. Соответственно, бьет точно так же из любого положения. На несколько клеток. То есть, вот такая вот у нас ферзя. Ферзь. Ну, она же королева. Ну, и самая главная фигура в шахматах – это король. Да, в моих морских шахматах это такой вот старик такой русальчатый. Да, русальчатого типа тоже такой с дельфинчиком. Король. Фигура, ну, на самом деле, как бы беспонтовая. Дальше просто сохраниться и не попасть. То есть, как бы задача остальных фигур – это у короля уберечь и поставить мат другому королю. Мат – это когда, скажем так, королю идет угроза со всех сторон в плане шаха. Что такое шах? Сейчас я вам покажу. Расставлю только черные фигурки. Сейчас мы расставим всех оппонентиков, да, то есть, все пешечки поставим. И попробуем, ну, точнее, не попробуем, а сыграем с вами пробную партию, по которой, в течение которой я и покажу вам, что такое шах, что такое мат. Есть такой термин, еще означает пад. Патовая ситуация, то есть, ничья в шахматах. Никто не выигрывает, никто не проигрывает, просто ничья. Расставим для начала все фигурки. Вот таким вот макаришкой. Хоп! Вот наши оппоненты готовы к бою. Смотрите, ходят первыми всегда белые. Как говорится, белые смелые, черные умелые. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем, попробуем, сыграем, да. Сейчас я немножечко камеру вот так отодвину, чтобы поле было видно побольше. Вот. Сыграем сейчас и посмотрим с вами примеры всех тех вариантов, которые я вам сейчас рассказывал. Итак, начинают белые, да. То есть, белые, как я говорил, можно пойти с пешек, пожалуйста, можно стартовать конями, как угодно. Ну, к примеру, пойдем по классике, да. То есть, из центра пешка выдвигается вперед. Ну, следующий ход, соответственно, врага вашего соперника, да. То есть, каждый ходит один раз по очереди. Ну, к примеру, он пошел навстречу вам точно так же вот своей пешечкой. У вас какой вариант? Смотрите, вы, например, можете выйти сразу офицером сюда, да. Я вам не буду сейчас показывать, кстати, такие варианты, как там дебют слона, или там какую-нибудь защиту бенини, или сицилянскую защиту. Вот этого ничего не буду. Потом в дальнейшем к видео, может быть, покажу. Вот. Пока что я вам просто для примера показываю. Вот, к примеру, выходит слон, да. Слон сразу же, у него под бой попадает пешка врага. Но, если он ее возьмет, да, я забыл сказать, кстати, король, король, фигура короля, да, она ходит только по одной клеточке. Взад, вперед, лево, вправо. Соответственно, король, если стоит, он может ходить так, 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 ну, так, так, вот так. То есть, по одной клеточке только он может ходить. Бьет он точно так же. Например, стоит он рядом там с пешечкой, да, то есть, вот один раз он сюда пошел и ее взял. То есть, вот так вот бьет король. Поэтому, соответственно, когда мы выводим офицера, и, грубо говоря, он угрожает этой пешке, взять-то он ее может. Но вы имеете в виду, что вы сразу же попадаете под бой короля, и он вас, естественно, загасит. Поэтому так делать не нужно. Такие вещи нужно прикрывать, да. То есть, один из таких самых быстрых дебютов, грубо говоря, ну, к примеру, соперник черный, да, к примеру, черный соперник, он такой, ну, глупый, играет первый раз. Соответственно, вы выводите, например, офицера, да. Ну, что делать ему, да, что делать? Он думает, ладно, попробую я, наверное, конем как-нибудь на него напасть. И, например, выводит коня вашего вот сюда. Соответственно, точнее, не вашего, а своего коня, к примеру, ставит сюда. Буква Г имеет право. Следующий ход, например, ваш, да. Соответственно, вы можете вывести ферзя вот сюда. Соответственно, что происходит? Король, король, он не должен получать шах. Что такое шах? То есть, это когда король, например, попадает под, скажем так, под атакующую линию, под атакующее место любой фигуры. Например, король стоит вот здесь, да. Давайте фигурки вот так вот вернем. Просто, к примеру, король стоит, например, вот здесь. Я вывожу, например, офицера вот сюда. Соответственно, офицер у меня ходит по диагонали. И атакующая плоскость его, да, атакующие поля, это тоже диагональ. Соответственно, по диагонали он попадает на короля, да. То есть, король видит, что он, грубо говоря, под ударом. Но короля нельзя вот так срубить, убить, да. То есть, его нельзя замочить. То есть, королю получается только шах. Король всегда из-под шаха должен уходить. Он просто обязан это делать. Либо закрываться другой фигурой. Ну, например, вот, если бы стояло здесь, вот, например, к примеру, ферзь стоит вот здесь, да. Я вывожу, например, офицера. Шах королю, да. Король может уйти из-под шаха. Пожалуйста. Он может так сделать. Он обязан это сделать. Либо он должен закрыться от шаха любой фигурой. Вот, соответственно, все. Офицер теперь нацелен на ферзя, да. Соответственно, он может сразу же, конечно же, ферзя взять. Потому что ферзь это очень ценный и опасный соперник. Поэтому его надо мочить, если есть возможность. Ну, может, конечно, у вас там какая-нибудь крутая стратегия, когда вы там жертвуете там своего ферзя и при этом ставите мат. То есть, соответственно, я беру ферзя и опять же шах королю. Королю можно либо уйти сюда в сторону, да. Либо вот сюда в сторону, либо вот сюда в сторону. Но, естественно, целесообразнее просто грохнуть этого офицера. То есть, вот так вот. Король ходит по одному. По одной клетке, соответственно, по одной клетке он и мочит. Далее. Цель игры это поставить мат другому королю. Мат ставится каким образом? То есть, когда королю некуда пойти. Например. Да, вот просто давайте для примера. Я, к примеру, уберу. Давайте вот эти пешки. Типа их нет, да. Например, мой конь стоит вот здесь. Соответственно, допустим, ферзь мой стоит вот здесь. Грубо говоря, смотрите, к королю идет сейчас шах. Такого, конечно, быть не может, потому что здесь шах сразу и от коня, и от этого. Ну, например, король стоит вот здесь. Вы должны короля загонять так, чтобы куда бы он ни пошел, от ваших фигур ему шел шах. Вот если куда бы он ни пошел, везде шах, это называется мат. То есть, если ему некуда свалить, если королю нечем закрыться, нечем, нет фигур, которые могли бы, например, убить другие ваши фигуры, которые делают ему шах, то вот в таком случае наступает мат. То есть, король куда бы ни пошел, например, сюда пошел, здесь, например, шах, сюда пошел, там, например, тоже шах, к примеру, вот так вот стоят фигурки, например, да. Вот так вот они там все прикрыты, обложили, короче, со всех сторон, например, короля, да. То есть, сюда он не может уйти, например, шах от ферзя, да. Сюда он не может уйти, опять же, шах от ферзя, от офицера. Сюда вот он может, в принципе, уйти. но давайте для примера здесь стоит как будто бы конь да то есть то есть вот здесь вот наш король попался до сюда не может шах от ферзя от офицера сюда не может шах от коня сюда не может шах от ферзя сюда не может соответственно тоже шах от ферзя сюда тоже не может шах от ферзя он не может убить ферзя потому что здесь пешка тоже делает ему шах пешка же помните бьет по диагонали на одну клетку. Поэтому куда ни денься, везде ему, короче говоря, хана. Но если бы, например, не было вот этого офицера, если ему шах, например, от ферзя, да, он спокойно может офицера грохнуть, точнее ферзя может грохнуть своим офицером. Все, ему уже свободнее. Он закрылся, он прикрылся. Понятное дело, что офицера сразу возьмет пешечка. Он, конечно же, может пешечку, а нет, пешечку он не может взять, да, посмотрите, пешечка прикрыта слоном. Поэтому если он пешку возьмет, ему будет шах. А такое недопустимо. Поэтому король остается в стороне. Итак, друзья, то есть это вот такой вот маленький примерчик. Сейчас давайте вот с нуля я похожу туда-сюда и попоказываю вам, как все это дело происходит в процессе игры. И также на примерчиках пообъясняю. Ну что ж, первыми ходят у нас, конечно же, белые, да, и белые делают первый ход. К примеру, пешка пошла вперед. Ну, допустим, соперник отвечает, ставит пешку сюда. Окей, я, например, пытаюсь разыграть быстренький дебютик такой, да, то есть вывожу офицера сюда, чтобы угрожать этой клетке. Угрожать пешке и, соответственно, угрожать королю потом в дальнейшем. Почему? Потому что я могу вывести потом сюда ферзь, ферзь вот сюда, и этим же ферзем просто ударить эту клетку. Ферзя убить король не сможет, потому что он прикрыт офицером. Эта клеточка прикрыта офицером. Ну, к примеру, давайте разыграем вот такой вариант, да. То есть первый вариант, к примеру, пошел я сюда, ну, допустим, соперник выводит коня. Отлично, я вывожу ферзь, тем самым угрожаю этой клетке, и мой офицер угрожает этой клетке. К примеру, соперник глуп и этого просто тупо не понимает. Допустим, он нападает на моего слона, да, то есть он нападает пешкой, делает первый ход на две клетки, да, имеет право, как мы помним, и угрожает моему слону. Но это уже его не спасает, потому что я вот просто беру вот эту пешку, ферзем убиваю, и королю ставлю мат. Почему мат? Потому что, ну, как говорится, шах и мат, да, то есть шах то, что я сделал шах, а мат, потому что ему некуда уйти. Во-первых, ему нечем ударить моего ферзя, кроме как самому королю ударить, вот так вот, да, но так он сделать не может, потому что он закрыт, потому что он прикрыт офицером, да, то есть он под шах не имеет права попадать. Соответственно, сюда он уйти не может, потому что шах точно так же от ферзя действует. Все, автоматически он проигрывает это мат. То есть это вот такой вот быстрый, быстрый мат, да, есть еще быстрее мат, я его потом как-нибудь покажу. Ну, давайте сейчас поиграем что-нибудь посложнее, да, ну, к примеру, пошла пешка сюда. Например, вот этот соперник пошел вот так. Что делать? Ну, к примеру, я ее беру. Хоп, грохнул. Соответственно, попадаю под удар его ферзя. Он ферзем, пожалуйста, берет. Тем самым, да, прошу прощения, не туда поставил фигуры. Тем самым угрожает моей, например, пешке. Но я не боюсь, потому что у меня, во-первых, прикрыта она слоном, прикрыта ферзем и прикрыта самим королем. Так, ну что делать? Давайте мы, например, конем нападем на ферзя. То есть конь ходит буквой Г, и буквой Г точно так же угрожает ферзю. Так, ну, ферзь, конечно же, отвалит куда-нибудь, да. К примеру, он может сделать вот так вот, пойти в сторону, тем самым сделать шах королю, и в то же время, грубо говоря, атакует коня, но коня, конечно, брать не будет, потому что он прикрыт пешками. Ну что же, да, допустим, он пошел вот так. Что мне делать? Ну давайте я закроюсь, да. Мне, собственно, делать больше нечего, уйти я никуда не могу, только закрыться. Могу закрыться конем, могу закрыться слоном, могу закрыться этим конем, могу закрыться ферзем. Вот так я, например, и сделаю. Я закрываюсь ферзем. Ну, к примеру, соперник из тех, которые не жалеют чужих ферзей, он сразу же его гасит, например, бабах. Ну, конечно же, я сразу же бью его ферзя, точно так же слоном по диагонали бабах. То есть у нас равнозначная потеря пока что, да. Он загасил мою пешку и ферзя, и я точно так же загасил его пешку и ферзя. Итак, его ход. С чего бы ему пойти, да. Ну, к примеру, он пошел конем вот так вот. Раз. Так, чего мы сделаем? Я могу, например, сразу же напасть на коня, тем самым сковать этого коня. Почему? Потому что конь не может сейчас уйти. Потому что он откроет шаг своему королю. Поэтому конь у нас будет здесь стоять, пока меня отсюда никто-нибудь не спугнет. Итак, к примеру, я пошел офицером и напал на коня, да. То есть офицер нападает на коня. Вообще, вот я предпочитаю оставлять коней. Офицерами можно пожертвовать. Лично я. Кто-то наоборот, например, конями играет хуже, ему лучше там слонами играть. Слон-офицер напоминаю одно и то же. К примеру, я нападаю вот так, да. Ну, он для того, чтобы, например, коня увезти в скором времени, берет и закрывает, например, его, закрывает короля своим офицером. Ну, естественно, я бить, наверное, не буду. Я тоже кого-нибудь сейчас буду выводить. Сейчас я вам покажу еще такую штуку, которую я не рассказал. Называется рокировка. К примеру, смотрите, я коня вывел вот сюда. Да, то есть мой ход. Окей. Соответственно, этот конь, к примеру, прыгает вот сюда. Да. Прыгает он сюда. Ну, хотя нет, сюда он не будет прыгать, ибо он нигде не прикрыт. И он просто сейчас получит по башне, и я останусь, скажем так, соперник останется без коня, и в то же время я не получу никакую ответку. Ну, к примеру, он, давайте, пошел вот сюда. Вот так вот, бах. Пошел сюда. И вот смотрите, когда у вас, у короля и у ладьи, между ними нет никаких фигур, можно сделать рокировку. Рокировка – это когда ладья пододвигается к королю, а король через нее перепрыгивает и вот так вот уходит. Грубо говоря, он прячется за ладьей, и он прячется за тремя пешечками. В каком случае нельзя делать рокировку, даже если условия соблюдены? Смотрите, например, нету коня, и, например, нету пешки. Но есть, к примеру, вражеский ферзь. То есть, если ладья пересекает какое-то поле, где оно попадает под удар, и, соответственно, король при рокировке, он же тоже сюда идет, соответственно, он тоже пересекает поле, которое попадает под удар, они не могут сделать рокировку. Точно так же, если бы он, например, был под, грубо говоря, под ударом слона, точно так же нельзя сделать. Или там под ударом ладьи, точно так же нельзя сделать. Под ударом коня, то же самое. Если бы, например, вражеский конь стоит вот здесь, я не могу сделать рокировку, потому что я прохожу через это битое поле. Поэтому вот такие вот вещи вам надо знать. Так, конь у нас был здесь, да, соответственно, сюда мы его вернем. Так, ферзя сюда, коня сюда, это сюда. Итак, я пошел конем, да. Все, к примеру, соперник тоже там куда-то пошел. Ну, к примеру, вот он выводит там офицера своего раз. Все, я могу сделать рокировку. Рокировку можно делать и в ту, и в ту сторону. Соответственно, здесь точно так же подводится ладья и ставится король. Если мы в эту сторону делаем. Итак, сделали рокировочку, к примеру, мы, да, пошли вот так. Ну, сопернику что делать? Ему надо там куда-то нападать, да, кого-то атаковать. К примеру, он выводит своего офицера вот сюда. Тем самым угрожает моей пешке и вот этой всей позиции моей, королевской, да. Что делать? Что же делать, я думаю, да? Ну, к примеру, давайте мы пойдем вот сюда вот, конем. Мы уйдем конем сюда, тем самым атакуем офицера. То есть он под букву Г попадает, под удар. Ну, соперник, конечно же, не дурень. И он своего офицерчика прикроет на всякий случай. Ну, давайте для примера просто, да, я вот возьму и грохну этого офицера конем. Соответственно, пешка точно так же гасит коня. Я остаюсь без прикрытия. Мой офицер без прикрытия остался. Поэтому черный офицер, конечно же, его сразу валит. И тем самым угрожает моей ладье. Ладье, ладья это очень ценный приз. Поэтому всегда, например, если есть вариант разменять слона на ладью. Разменять это, грубо говоря, пожертвовать слоном, чтобы убить ладью. То соперник, как правило, это сделает. Так, ну, смотрите, у меня здесь ладья, да. Я вижу, что она подпадает под удар от офицера. Ну, конечно же, я поначалу свалю. Зачем мне ее терять? Я уйду вот сюда. Окей. И вот сейчас конь делает очень коварный ход вражеский. Смотрите. Конь ходит, во-первых, буквой Г и гасит эту пешку. Он здесь никем не прикрыт. Точнее, его конь не подпадает под удар ни одной моей фигуры. И в то же время, смотрите, он буквой Г атакует эту ладью. И он буквой Г угрожает этой ладье. Что делать? Ну, давайте, конечно же, подумаем, как нам лучше поступить. Вот смотрите, если мы уйдем этой ладьей сюда, он без проблем грохнет эту. И останется без ответа. Никто ему здесь не угрожает. Если же он угрожает этой ладье, ну, она у нас прикрыта этим конем. Поэтому, соответственно, он, конечно же, ладью возьмет, но мы хотя бы его убьем, если что, этим конем. Поэтому, соответственно, например, мы уходим этой ладьей, он эту ладью убивает. Бабах! Ну, а мы, конечно же, его за это гасим своим конем. То есть, вот так вот идет размен этими фигурами, да? Итак, мы загасили его коня. Что делать дальше? Что делать дальше нашему сопернику? Ну, к примеру, он выводит своего коняшку вот сюда. Пошел. Ну, что нам делать? Что нам делать? Ну, к примеру, я пошел вот сюда пешечкой. И он следом коня, например, сюда повел. Я следующей пешечкой атакую офицера, заранее прикрыв свою пешку вот этой пешкой. То есть, убить он ее может, конечно, но менять пешку на слона он, конечно, вряд ли станет. Поэтому подальше от греха он просто отступит немножечко. Хорошо. Я, допустим, вывожу сюда своего офицерчика. Вот помните момент, когда сейчас конь угрожал, например, ладье и второй ладье? Так вот, за место второй ладьи, ну, например, давайте вернемся сюда. На месте второй ладьи может стоять, конечно же, король. Поэтому, соответственно, когда конь прыгает, он делает атаку на ладью, и в то же время он делает шах королю. А мы помним правило. Король должен всегда уходить из-под шаха. Это обязанность его, он не может оставаться под шахом. Поэтому, соответственно, он, например, уходит куда-то вот сюда, и тем самым, ба-бах, конь убирает ладью. То есть, вот такую вот вилку он получает. Ну что же, давайте вернем. Так, я уж немножечко подзабыл, где что стояло у нас. Да, вот здесь вот стоял слон, где стояла ладья, да. Так, вот здесь стоял король. Итак, ну что ж, чей ход? Чей ход, чей ход. Этот отступил, да. Этот отступил. Ну, грубо говоря, давайте я вот нападаю, типа, на пешку. Но бить ее, конечно же, я не буду, потому что она прикрыта конем. Видите, буква Г надежно закрывает пешку от атаки. Что делать, что делать, что делать, да. Ну, давайте, к примеру, он тоже выводит свою ладью, угрожаемой этой пехе. Она у него прикрыта конем, поэтому я королем убить не смогу, да. Ну, допустим, я такой глуповатый игрок, и я просто атакую коня. Ммм, да, атакую коня. Что сделать в такой ситуации? В такой ситуации конем, конечно же, лучше свалить. Потому что, смотрите, если я убью пешку, хотя нет, могу, могу сделать конем, да. То есть я убиваю пешку, не боясь того, что меня король загасит. Потому что здесь ладьей конь прикрыт надежно. Соответственно, если король сюда захочет пойти, он не может, он попадает под шаг, поэтому ему нельзя. Так, ну а что же мне тогда делать? Что же мне тогда делать? Ну, вот напасть, например, на него я могу. На него я могу напасть. Ну, допустим, вражеский король тоже делает рокировку. К примеру, раз, пододвигает, и сюда. Да, кстати, важное такое замечание. Рокировку можно делать только в том случае, если вы не ходили еще этой ладьей и королем ни разу никуда. Вот тогда можно сделать рокировку. Если уже ходы были, и вы, например, на те же клетки вернулись вдруг, то рокировку делать нельзя. Итак, соответственно, король сделал рокировку, да. Ну, я загашу его коня, да. Я загашу его коня. Он, к примеру, гасит мою ладью. Хоп. Конечно же, я здесь ничем сейчас не рискую, поэтому я конем точно так же его ладью убираю. То есть вот такой вот рубил его идет, да. Его ход, ну, куда ему пойти? Бить офицером себе дороже. Ну, к примеру, он начинает атаку пешками развивать, да. К примеру, он пошел. К примеру, пошел вот этой пешкой. Я, например, свою пешку сразу же навстречу выдвигаю, чтобы ее заблокировать, чтобы она не пошла. Блин, что же ему делать-то, да. Ну, конечно же, он видит, что эта пешка осталась, да. А если она раньше защищала, то сейчас она осталась, эта пешка, без защиты. И он ее, например, может слоном запросто грохнуть. И вот таким вот образом, друзья, идет игра, игра, игра. То есть я вам показываю сейчас комбинаторику. Мат здесь, естественно, я, наверное, уже сейчас никому не поставлю, потому что одни пешки и фигур осталось очень мало. Но вы пример поняли, да. То есть когда вы ходите, важно загнать короля так, чтобы куда он не пошел, ему был бы шах. Соответственно, везде шах, это автоматический мат. Ну, я думаю, на это понятненько я все объяснил. В принципе, игра просто требует опыта. Важно разобраться, как ходят фигуры. И главное потом играть, практиковать и не бросать. Хорошенько продумываете ходы. Хорошенько все взвешиваете, когда ходите, да. То есть, чтобы не попадать по всякие ловушки. Старайтесь первым делом завладеть центром поля, конечно же. Чтобы здесь у вас было побольше каких-нибудь фигур, желательно помощнее, да. Центром поля владеть это очень важно. То есть отсюда все дороги как бы на фланге и так далее все есть. В общем, друзья, игра требует опыта, игра требует времени. Да, друзья, забыл сказать такую еще вещь, которая называется пат. Пат это ничья, да. То есть давайте я вам примеру пример пата. К примеру, мы вот эти пешки все уберем. На вот так вот уберем все. К примеру, у нас остались две фигуры, да. То есть два короля, к примеру, и... То есть один король, например, загнал сюда, да. И у меня, например, ферзь остался, да. И у меня мой ход. То есть я, например, пошел вот сюда куда-нибудь, да. Раз, сходил. Шаха королю нет. Но следующий ход должен сделать король. Куда бы он ни пошел, король же ходит у нас по одной клетке, да. Либо сюда, либо сюда, либо сюда. Да, он попадает под шах ферзя. Поэтому королю просто тупо некуда пойти. Казалось бы, у белых преимущество, и они победили. Но нет, друзья, это пат. А пат это всегда ничья. То есть обидно, когда, например, вы загоняетесь соперника в пат. Вот. А это просто ничья. Так что поэтому советую вам, конечно, этих патов всех избегать. Ну, кто-то считает, что, например, если попал в пат, то, значит, проиграл. Ну, можете играть так. Но пат делается вот так, да. То есть вы пошли, шаха, грубо говоря, королю нету. Но пойти он также никуда не может, он везде попадет под шах. Вот такая вот штучка. Ну что ж, друзья. На этом я заканчиваю урок. На связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. Это была обучалка замечательной игре, которая называется шахматы. А я с вами прощаюсь, и пусть будем море и небес, как прежде вас хранят. Пока-пока.